В Кремле как бы позаботились о своих гражданах и уже выпустили новую инструкцию по вливанию пропаганды в уши населения. Методичка попала в руки российскому СМИ «Медуза». Теперь борьба с Украиной и военным положением равна борьбе с коронавирусом, ну, по крайней мере, в фантазиях Кремля. Дело в том, что 19 октября президент террористического государства Владимир Путин огласил военное положение. Я считаю, что это военное положение не готовит россиян к военному положению в всей стране. Важно отметить, что его полномочия распространились лишь на четыре области, и те законно являются украинскими территориями. Это уже не про войну в Украине. Уверен, что ФСБ, все вот уже постпутинские элиты понимают, что война проиграна. И проигрыш в украинской войне – это уже инструмент мобилизации власти и жизни в постпутинскую России. То есть, фактически, ФСБ, которая никуда не делась, она уже думает, как она будет жить без Путина, и как она будет сохранять власть. Такая участь настигла временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и временно подконтрольные Российской Федерации части Николаевской и Запорожской областей. Ну что такое военное положение в России, да? Или как там базовое, не называют. Ну, поскольку размыты очень нормы, значит, там у кого-то могут забрать квартиру. Ну, просто так, да. У кого-то могут машины, у кого-то предприятия. То есть, это еще больше беспредел уже по северокорейскому сценарию, сталинскому даже, я бы сказал, уже сценарию. Но и некоторым городам России придется поднапрячься, ведь теперь и приграничные области находятся в режиме среднего реагирования, а вся территория страны переходит на уровень базовой готовности. Они вот проводят вот такие вот, якобы, как околовоенное положение, для того, чтобы удержать власть в стране, иметь возможность инструментарий для защиты собственности, в первую очередь. Конечно, к таким указам Путина есть много вопросов. Да и в целом, о их законности, мягко говоря, можно поспорить. Но, увы, у царя-диктатора свои правила. Там же еще создана, фактически, еще одна параллельная структура власти, как кабинет министров, который якобы там занимается экономикой. Там КПО, там что-то как ЦКС, там Мишустина они туда втянули. То есть я тут вижу следующее, что ФСБ, в том числе, как и Путин, они начинают уже размывать вину за провал на кабинет министров, за провал в войне и на военных. Вот и реагировать на принятые им нелепые законы необходимо в соответствии с придуманными правилами. Путин провел гигантский эксперимент социальный, да. То есть они за 20 лет убили любое критическое мышление в стране. Они вот эти вот дебильные передачи на телевидении, там, вот эти вот все «Домут два» развлекательные. Вот это постоянное… Вот вы часто могли слышать вот от россиян такое слово «не все так однозначно». А почему от этого? Потому что это ввели именно россиян в такое состояние. Отныне пропагандистам необходимо, как и ранее, успокаивать население и уверять, что ничего страшного не происходит. Да и в целом никаких изменений не произошло. Ну, пиар или пропаганда, она способна, знаете, как увеличительное стекло, навести резкость, где-то что-то гипертрофировать. Но какая-то реальность, реальная подоплека должна быть, что-то должно происходить в реальности. Когда реальность уже совсем не совпадает с тем, что тебе там 8 месяцев говорили, что вы побеждаете в Украине, а тут оказывается, ну как, Шойгу вышел с объявлением «погибло 6 тысяч солдат, поэтому мы призываем 300 тысяч». Ну, знаете, даже для отбитого ватника понятно, что они врут. А это самое страшное для Путина. Действительно, более 50 тысяч российских военных уже погибло в этой войне. А за буквально пару месяцев мобилизовать удалось сотни тысяч граждан. Но все, как и ранее, как бы под контролем. Россияне в большинстве своем, они же пассивные бараны, да. Они, ну, 300 тысяч наберут, и многие из них пойдут воевать. Давайте будем, не будем на ними смеяться. Они пойдут воевать тоже по экономическим причинам. Как, знаете, как одна из, один из российских экспертов сказал, как вот женщины отпускают своих мужей. Логика же такая, абсолютно прагматичная. Говорит, ну, так он же все равно спивается, все равно сдохнет. Так лучше час вот отправится воевать, какие-то деньги принесет. Вот, какие-то льготы получит. Среди важных тезисов той самой методички, это то, что военное положение лишь в четырех областях, которые Россия оккупировала у Украины. Временно оккупировала. И то, на этих территориях военное положение было введено еще до выдуманного присоединения к Российской Федерации. С чем, конечно же, не поспоришь. Ограничения же в других областях Российской Федерации также нашли, как интерпретировать. Это всего лишь забота о, внимание, защите критической важной инфраструктуры. Не более. Это не про граждан. Это про борьбу за власть. Они хотят всех накошмарить, потому что, опять же, они понимают, что они вот раздали людям оружие. Второе. Когда будут возвращаться эти солдаты, они что же будут требовать реванши, будут искать ответов, кто их предал в Украине. Пойдут же все эти разговоры о том, как, в каком состоянии армии. Начнутся конфликты. То есть, это предпосылка для смуты и хорошей гражданской войны. Теперь задача кремлевской пропаганды вести параллель касаемо опыта борьбы России с коронавирусом. Ведь как пропаганда, так и сам президент Путин уверяют, что прекрасно справились с пандемией. Ну да, вы уже прошли через коронавирус. Ну, как бы, не все же умерли. Не все умерли. Так в чем проблема? Ну, спокойно. Все нормально. Вопрос, конечно, очень спорный. Ведь смертность именно в Российской Федерации стала самой высокой во всем мире. Знаете, вот, бычка перед убоем обычно всегда успокаивают. Вот, чтобы он не нервничал, чтобы у него мясо хорошее было. Вот то же самое, как бы, успокаивают. Похлопали, похолки, все у тебя хорошо. Вон, иди вот в тот домик, там все хорошо. Бывает, что впереди еще идет какой-нибудь другой бычок, который заводит всех остальных. Первого бычка пропускают, он живой и идет за другими бычками, а этих убивают. Вот и все. Кроме того, как и во время самой пандемии, так и сейчас с военным положением, российские губернаторы получили дополнительные полномочия. А на федеральном уровне координацией работы будет заниматься премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Савянин. То есть Путин сейчас начинает, и ФСБшная группировка начинает размазывать ответственность. Виноватым будет кабинет министров, Мишустин в том числе. А почему Мишустин? Потому что, согласно Конституции, если что-то случается с президентом, исполняющим обязанности, встает глава кабинета министров, премьер-министр. И, соответственно, в этой связи хотят уже Мишустина замазать. То есть это мы все уже видим в логике уже постпутинской России. Кроме того, методичка доносит, что важно уведомить людей о сокращении бюрократии. Это, конечно же, вранье, ничего изменяться не будет. Но видимость могут создать. Почему? Потому что, когда вводится военное положение, то все же упрощается. Не надо там, у тебя по-простому могут забрать машину, могут по-простому. Вот все решается, то есть идет централизация. То есть на первых этапах оно кажется упрощением. Но это же растет простой уровень беспредельных. Инструкция Кремля также рекомендует пропагандистам сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей. Но о том, как Россия поддерживает семьи мобилизованных, тоже нетрудно догадаться. Да и в целом, методичка, как и предполагалось, оказалась далекой от реального мира. Государство как может, так и заботится о, в кавычках, правильном восприятии новых реалий своими гражданами.